Широкий круг вопросов был рассмотрен на очередной еженедельной планерке. Перед тем, как начать работу совещания, Заур Хамирзов поздравил приглашенных работников района и библиотечной системы с прошедшим профессиональным праздником и вручил почетные грамоты администрации района. Библиотечное дело, оно не стоит на месте, развивается. Мы принимаем и в дальнейшем будем принимать самое активное участие в строительстве модельных библиотек. Они полностью доказали свою эффективность. Я вот смотрю на детскую нашу библиотеку районную и Чеченская библиотека. Я думаю, что мы идем правильным путем. Будем закладывать финансовые средства именно на строительство именно этих моделей библиотек, потому что совершенно очевидно, что за ними и настоящее и будущее. Нужно выходить от старых методов, нужно постоянно обновлять библиотечный фонд. И что самое главное, чтобы у нас были дети, взрослые, которые всегда могли с удовольствием воспользоваться услугами наших библиотек, чтобы они не простаивали, чтобы там проводилось больше и больше различных мероприятий. Поэтому еще раз позвольте поздравить вас всех с этим замечательным праздником. Тоже хочу присоединиться к славам Дорога Старопича с этим праздником. Действительно формат новой библиотеки, которые начинают входить в наш район, очень интересен и детям, и взрослым, и вообще почитать, и провести свободное время езды. Очень интересный формат, в смысле, в лечебсе, в лечебсе, в лечебсе, в лечебсе, в лечебсе, где открывали. Всех еще раз праздником, здоровья, здоровья, успехов, всего хорошего. Далее начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев представил информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в Кашхабском районе по состоянию на 15 июня текущего года. В настоящее время у нас в районе больных 9 человек, занятий у выздоровевших нет, умерших тоже нет. По населенным пунктам, как складывается ситуация, значит, в Кашхабле 3 человека, в Куторе-Казино-Хужорском 4 человека и по одному человеку в поселке Майском и в селе Натлыбово. Из 9 человек, 3 находятся на стационарном лечении в Республиканском инфекционном госпитале и 6 человек находятся на амбулаторном лечении. Руководитель района отметил, что в сравнении с предыдущими неделями наблюдается небольшой рост количества заболевших. В связи с этим призвал глав сельских поселений усилить профилактические меры. О ходе прививочной кампании против коронавирусной инфекции доложил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. На сегодняшний день, с учетом работы на выходные, это и в субботу, все контрработали, и в понедельник, у нас в районе привакцинировалось 2432 человека, что составляет от доведенного пары 17,9%. Остаток босс на сегодняшний день у нас 179 штук, то есть вполне достаточно. Участники планерки рассмотрели также вопросы, касающиеся реализации национальных проектов, хода призывной кампании, легализации трудовых отношений в организациях торговли, готовности к новому отопительному сезону и многие другие. Субтитры создавал DimaTorzok